МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шахматы. Гениальное изобретение человечества. На этом черно-белом поле боя лучшие умы сражаются уже более полутора тысяч лет. И конца этой интеллектуальной войне нет. Всего 32 фигуры на 64 клетках рождают необыкновенное разнообразие игровых комбинаций. Количество шахматных партий, которые можно разыграть на доске, равняется 10 в 120 степени. Это гораздо больше, чем атомов во Вселенной. Только для трех последовательных перестановок фигур существует 4 миллиарда вариантов. В любой шахматной позиции разнообразие ходов велико. Но ты, тем не менее, начинаешь смотреть 2, 3, 4, 5 ходов. И выбираешь какой-то один. Почему ты его выбираешь? Это сложный вопрос. То есть это твой опыт, твоя интуиция, состояние твое. Способность выбрать один и единственно верный путь из множества. Что это? Врожденный талант или упорная тренировка мозга? На примере этой удивительной игры ведущие шахматисты и ученые вместе пытаются разгадать тайну других игр. Игр разума. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. В этом клубе я часто играла в шахматы, когда была совсем маленькая. И ходили мы сюда 3 раза в неделю. По средам, субботам и воскресеньям. В этом зале проходили турниры. По темпу шахматам, по быстрым шахматам, по блицу. Сейчас я попробую сыграть партию в шахматы, в супер блиц. Можно назвать, иногда это называется буллетом. Серия буллетов, как в окее. Потому что мы будем играть по одной минуте. Летом 2012 года Александра Костенюк стала вице-чемпионкой мира. Именно в этом виде шахматы. Ее партнер Антон Кузин в блице тоже не новичок. Чемпион России и Европы. У каждого соперника всего 60 секунд на то, чтобы сыграть партию. Эта молниеносная игра требует от шахматистов не только предельной концентрации, но и запредельной скорости принятия решений. И в этом Александра не уступает противнику. Она стала гроссмейстером не только среди женщин, но и среди мужчин. И я никогда не делала различий, играешь ли ты с мужчиной, играешь ли ты с женщиной. Ты подходишь одинаково к этой партии и одинаково ожидаешь увидеть сильные ходы. Потому что все-таки шахматы, каждый ход ты ищешь оптимальное решение. Ты ищешь самый сильный ход. И независимость от того, кто тебе противостоит. В этом поединке гениальный ум Александры снова одержал победу. У ее соперника закончилось время. Тебе сколько лет, девочка? Пять. Тебе пять лет, и ты знаешь, как фигурки. Как фигурки называются? Дочери Александра Костенек сейчас столько же, сколько было ей самой, когда она впервые увидела шахматную доску. Франчес, тебе нравится шахмат? Нет, мне нравится шахмат ей. Это и неудивительно. Маленьких девочек обычно больше интересуют принцессы, а не шахматные королевы. А меня папа не спрашивал. Это Франческу спрашивает, чем она хочет заниматься. Со мной просто занимались, и я тоже занималась. Профессиональный военный Константин Костенюк сделал шахматы главной дисциплиной своих дочерей. По два, по три часа в день мы занимались, когда я была совсем маленькая. Потом, когда папа уже решил уйти из армии, мне было где-то, наверное, 10 лет, тогда мы начали заниматься еще больше. И также часто ездили на турниры, постоянно разбирали партии, анализировали. Так, это в каком-то шахматном клубе. Нас фотографировали во время анализа партий. Это мой папа, сестра Оксана. Папа начал заниматься одновременно, в принципе, с нами. То есть мне было пять, сестре было там два с половиной, она была младше меня. То есть она, когда ей было пять, она уже много умела в шахматах, в отличие от меня. Но, тем не менее, в какой-то момент папа понял, что я больше могу открыться в шахматах. К семи годам Александра Костенюк стала чемпионкой Москвы. В 12 – чемпионкой Европы. А к 14 годам получила высшее шахматное звание – гроссмейстер. Оксана Костенюк ушла из шахматного спорта, выбрав себе совсем другую профессию. И вот эта маленькая смешная фотография. И это Оксана, маленькая, обыгрывает мальчика. Генетически сестры Костенюк очень близки. Но что же тогда, кроме наследственности, делает мозг Александры настолько приспособленным к этой интеллектуальной игре? Созданная в 1926-м для изучения мозга Ленина, позже эта лаборатория была направлена на исследование эволюции и индивидуальной вариабельности мозга человека. Ученых интересовал вопрос – определяет ли строение мозга одаренность его обладателя? Очень долго изучался вопрос о весе мозга человека. Нельзя ли поставить единство или какую-то корреляцию между весом мозга человека и его интеллектуальными способностями? Оказалось, что это не так. Мы знаем, что самый крупный мозг – это мозг Тургенева, который весит 2 килограмма 12 грамм. И в то же время мозг французского писателя Анатолия Франца, он вообще весит килограмм 16 грамм. То есть он почти на килограмм меньше, но его произведения вошли в мировую литературу. Гений Владимира Маяковского был крупнее среднего и весил 1700 граммов. Мозг крупнейшего физика Ландау весил меньше – около 1580. Менделеев пользовался 1570 граммами. А Станиславский определял актерам сверхзадачу полутора килограммами. Эти выдающиеся экземпляры и сейчас хранятся в отделе исследований мозга. Это лаборатория анатомии архитектоники мозга, которая изучает структурную организацию мозга человека. Каждый мозг проходит очень сложный путь фиксации и затем делится на блоки и заливается в парафин. Таких блоков 10 на каждый мозг. Затем каждый блок с помощью микротома режется на большое количество срезов. Количество срезов на каждый мозг достигает до 2-3 тысяч. Толщина среза 20 микрон. Это практически толщина человеческого волоса. Исследуя эти тончайшие препараты, ученые сделали удивительные выводы. Строение мозга каждого человека индивидуально, а все его структуры развиваются не синхронно, а в разное время. Притом не только до дня рождения, но и во время жизни. И вот оказалось, что самый большой гиппокамп, с которым связана наша память у профессионалов, таксистов, которые работают не меньше 10 лет и которые должны запомнить все переулки, все улицы, короткий, длинный путь. И вот если человек перестает ездить на машине, то буквально через 5 лет у него гиппокамп изменяет свой объем. Генетика закладывает индивидуальные способности, но не определяет их реализацию. Нарастить интеллект можно в прямом смысле. Не только мозг влияет на человека, но и человек способен развить своего гения. Должна быть биологическая, морфологическая, генетическая основа таланта и внешнее обучение, внешняя среда. То есть только вот эта удачная комбинация, удачное сочетание, оно позволяет человеку раскрыть свой талант. И помню, что ходили с папой часто в парке. В любом парке Москвы, наверное, можно было найти такой шахматный уголочек, шахматный клуб, где прежде всего собирались какие-то дедушки, которые играли. Но тем не менее мы ходили с папой, искали меня соперника, потому что шахматы – это не только теория, но это и практика. В павильоне «Белая ладья», что в нескучном саду, шахматисты-любители собираются с 1930-х годов. Но игру, которую сегодня готова провести Александра, здесь наверняка не видели. Хотя «не видеть» собирается как раз она. Давайте на первой доске Е2-Е4 хожу. А на второй доске тоже Е2-Е4. На первой доске, говорите, ответный ход. Е3, Боня Ф3. Ну, это не 3, и боюсь, что не Ф. Ф6 только, ладно? Конь Ф6. Хорошо, отлично. И на второй доске? Е5. Е5. Хорошо. Одновременная игра в слепые шахматы. Александра не только способна вести партию с закрытыми глазами. Пешка Е6. Нет, Е6 у вас уже пешка стоит. Но и поправлять запутавшихся соперников. А ведь перед ними невоображаемая, а вполне реальная шахматная доска. Понь. Ж6. Пешка. Д6 на Д4. Значит, у вас ферзь Д1, Ф3. А у вас Е4 бьет Д5. Пешка бьет пешку. Каким образом ее память способна удерживать передвижение даже не 32, а 64 фигур одновременно? Ответ в ее детстве. С самых первых занятий мы начали с того, что я запоминала, пыталась визуализировать доску, несмотря на нее. Ну, то есть просто представить в уме доску. И мы много упражнений делали. Папа сделал там не 64, он даже сделал больше карточек, потому что он делал такие поля, которые не существуют. Е9, например. То есть он мне показывал карточку, я называла, допустим, белый или черный. Потом уже начали разыгрывать какие-то элементарные позиции, решать какие-то элементарные задачи вслепую. Этот потрепанный шахматный задачник стал первым учебником маленькой Саши. Есть задача, которую я решала 5 часов. Количество вопросительных знаков показывает, как недоволен папа. И вот этот значок значит, что я вслепую решала эту задачку. Так что я помню, что мы с папой постоянно, он был с этой книгой, и мы когда ездили в метро на какие-нибудь, например, турниры, он мне давал задачку. И надо было бы постараться решить ее до следующей станции метро. Слон бьет. Слон бьет Д6, хорошо. Ферзь бьет А8. Ой-ой-ой, я даже не люблю. Красивый. Через 15 минут капитулирует первый противник. И еще через 10 готовится сдаться второй. Король Ф3. Король Ф5. Ладья А5, шах. Король Ж6. Для меня нету разницы играть, смотря на доску, или играть вслепую. Ладья Б8. Нужна концентрация, чтобы удерживать все фигуры в памяти, и это как-то помогает, да. То есть он, видимо, включает мозг, заставляет тебя работать. Ферзь бьет А7, да? В Коне В6. Сейчас-то вилка нет. Сдался. Отлично. Ну, спасибо. Очень приятно. Это кажется невозможным. Но на самом деле память Александра Костенюк не уникальна, а профессиональна. Игра в шахматы требует вовлечения так называемой рабочей памяти. За нее, предположительно, отвечают передние отделы мозга. Но запоминать или нет, решает другая структура. Гиппокам. Именно его вердикт станет главным для мозга. Стоит ли удерживать информацию дольше 20 секунд, или ее можно забыть? И главное в этом решении – ответ на вопрос. Как связана новая информация с тем, что нам уже известно? Для демонстрации рабочей памяти шахматистки достаточно простого эксперимента. На доске расставлена одна из партий Наполеона, сыгранная им почти два века назад, в заточении на острове Елена. Разрешен только один взгляд на доску. Не дольше пяти секунд. Затем Александре предстоит воспроизвести эту расстановку фигур. 19 фигур не вызвали у шахматистки никаких сложностей. Осталось найти место последнее. Стоял еще один слой. Так быть не может. Может так. Нет, не так. Давайте. Что-то такое. Сравните. Ни одной ошибки. Все 20 фигур оказались точно на своих местах. Что же позволило шахматистке заполнить всю доску так быстро? Пространственная память – необычайно важные функции мозга. Но сегодня для этого мышонка она и вовсе может стать спасательным кругом. Вы видите бассейн. Тест заключается в том, что животное обучается плыть на скрытую платформу по окружающим ключам. В данном случае ключами является все, в частности плакаты, которые висят на стенах. Углы комнат, дверь. Ну то есть все пространства ориентиры так же, как и у людей. В этой мутной воде спрятано возвышение, но мышонок еще об этом не знает. Пытаясь обследовать стенки резервуара, он натыкается на платформу, но пока игнорирует ее. А в конце эксперимента, экспериментатор пытается животному показать, да, что вот можно вылезти на платформу. Вот сейчас, вы видите, начало осматриваться, что пытаться ощупать, что есть края платформы. С этого момента она начинает уже не плавать не по бортику платформы, а пытаться оценить окружающую обстановку. После чего, как бы, от раза к разу попытки мыши выбраться на платформу, они улучшаются. Эксперимент повторяют десятки раз. С помощью видеокамер над бассейном и специальной программы ученые составляют трек перемещений животного. С каждой следующей попыткой, озираясь по сторонам, пловец все быстрее достигает цели. Связывая все зрительные образы воедино, гиппокамп мышонка как бы узнает то место в пространстве, где он уже был. И через две недели эти воспоминания навсегда отложатся в мозге мыши. Если гиппокамп у мыши удалить, то животное потеряет способность находить платформу, которая скрыта под водой, ориентируясь на пространственные ключи. Вместе с этой способностью мышонок потеряет и память о том, как находил ту самую спасательную платформу. Все потому, что без гиппокампа недавние воспоминания просто не успеют перейти из краткосрочной в долговременную память. Обычно это длительный процесс. Но оказалось, что если эти воспоминания накладываются, то есть то, что происходило с ними, на какую-то схему, алгоритмы решения задачи, логику ситуации, то этот процесс укладывания памяти, консолидации памяти происходит почти моментально, очень быстро. Если это бессмысленная новая вещь, которую надо запоминать по отдельности, не укладывая в этот каркас, то это требует огромного усилия и происходит долго. Для Александра Костенюк расположение фигур – те же известные знаки. Обратите внимание, как она расставляет фигуры. Группами. Шахматистке не нужно было запоминать расположение всех 20 фигур. Уловив суть этой партии, она разделила доску на несколько значимых и узнаваемых частей. Усложним задачу. 20 фигур на доске расставит ребенок, незнакомый с шахматными правилами. А значит, в их расположении не будет никакого смысла. Сможет ли шахматистка запомнить хоть что-то на этот раз? Вторая фигура и первая ошибка. Дальше – только хуже. Правильно стоят на этот раз только 8 фигур из 20. Такого количества ошибок шахматистка и сама не ожидала. Как только шахматные правила исчезают, исчезает и феноменальная память Александра Костенюк. Это то, что сделало мозг Александра идеальным инструментом для шахматной игры – тренировка. Несмотря на титул, чемпионка мира, как и в детстве, не расстается с доской и занимается по 6 часов ежедневно. Как мы говорим, некоторые позиции надо играть рукой, потому что, когда начинаешь думать, ты начинаешь сомневаться. Такие навыки, они только постоянной игрой, постоянными тренировками нарабатываются. И чтобы расти, надо тоже постоянно усваивать что-то новое, анализировать партии, которые сейчас. Вот мы сейчас разговариваем, играются десятки партий шахматных. То есть каждый день очень много работы. Разбор чужих и своих партий. Если бы я пошла как-нибудь по-другому, то было бы неприятно конной пятой. Имплантировал в ее мозг необходимые навыки. Десятилетний ребенок знает около 7 тысяч слов. Александра Костенюк к этому возрасту запомнила десятки тысяч шахматных комбинаций. Теперь она способна узнавать их, как лица старых знакомых, и читать партию, как открытую книгу. Здесь мне уже надо брать на Д4, иначе соперник может пойти Д5 или Е5. Пешку бить обязан, единственный ход. Здесь, так как структура ежа достаточно сжатая, я считаю, что мне выгоден размен фигур легких. Поэтому я сейчас разменяюсь конями. Коня бить обязан. И я делаю рокировку. Потому что вы такие позиции, маячки, как их называют. И если ты знаешь, что вот этот маячок определенный, он тебе светит, и ты к нему идешь, то, в принципе, добиваешься, допустим, ничьей или побеждаешь. У поиска этих выигрышных позиций на доске есть отдельное название. Комбинационное зрение. Зрачки натренированного шахматиста перемещаются от клетки к клетке с неимоверной скоростью. То есть гроссмейстер, опять же, я думаю, больше подсознательный. Я не чувствую, что я вот так вот прямо обстреливаю глазами доску. Но тем не менее, он обхватывает всю доску. В разы быстрее он это делает, чем начинающий. И, соответственно, получает намного больше информации, чем начинающий за то же время. В этой партии Александре Костенюк противостоит гроссмейстер Александр Рязанцев. А значит, их шансы на победу равны. Но можно ли определить, за кем останется эта игра еще до ее окончания? И чей мозг, мужчины или женщины, лучше приспособлен к решению шахматных задач? Заглянуть в голову шахматистов может МРТ. Вы снимаете себе все металлические? С протезами металлические есть у вас? Как говорят, симуляторы? Другие какие-то свободные металлы в организме? Это вроде бы. Магнитно-резонансный томограф, оценивая уровень насыщения кислородом тех или иных областей мозга, способен показать, какие структуры активируются у гроссмейстеров во время игры. Для воссоздания условий партии на специальный экран проецируется шахматная задача. Упражнение, где белым нужно объявить мат за два хода. Шахматистам будет о чем подумать, а специалисты смогут отследить зарождение их мыслей. Время предъявления задачи ограничено. На попытку решения у испытуемых есть всего 30 секунд. После еще полминуты они видят только этот крест. Такие условия эксперимента позволят ученым получить данные работы мозга шахматистов и в состоянии активации, и в фазе покоя. А это мой мозг. Я это не согласен. Теперь очередь Александра. Задачи те же, но поиски их решения могут сильно отличаться. Работа мозга, оказывается, зависит от пола его обладателя. Мозг мужчины характеризуется большой асимметрией. Например, центр речи локализуется в основном в левом полушарии. В то время как для мозга женщины является более характерным симметричное строение. И центр, например, речи, он локализуется и в правом, и в левом полушарии. Не только по строению. Женский мозг отличается от мужского даже на клеточном уровне. Изучая миндалевидное тело, структуру, связанную с эмоциональной памятью, ученые установили, что плотность нервных клеток в женском мозге выше, чем в мужском. Большее количество нейронов у женщин, возможно, значит, филогенетически было заложено для того, чтобы образовывалось больше вариантов различных связей между нейронами. То есть образовывалось больше нейронных дуг. Это, в первую очередь, связано, скорее всего, с тем, что женщина по своей природе, и по своей социальной функции, хранительница очага. И вынуждена была заниматься очень многочисленным, иногда разнообразным трудом. Эксперимент закончен. Оба гроссмейстера решили задачу. Но одинаковое решение не значит, что решали они одинаково. Обработав полученные данные, нейрофизиологи могут создать проекции работы мозга обоих шахматистов. Оказалось, Александр был более сконцентрирован на решении задачи. Реакция его мозга ярче. Вот на том же форуме, мы видим, у него совершенно другая активация, более локальная, более выраженная. Если наложить эти результаты на одну трехмерную модель, станет видно, что они практически не пересекаются. Красные зоны – активация Александра Костенюк. Синие – Александра Рязанцева. У Рязанцев более явная активация отречивых центров идет абсолютно четко. Вот, с обеих сторон, то есть все, браковедность. То есть он, видимо, пытается решать, он проговаривает про себя явно какие-то решения. У Александра, наоборот, сильнее всего среагировали теменные доли. Они отвечают за ориентацию в пространстве и интеграцию зрительных образов. По всей видимости, она не проговаривает. Скорее представляет себе будущие ходы. Я предпочитаю, если у меня есть выбор сделать очень красивый ход или такой сильный, но невзрачный, я, скорее всего, выберу очень красивый ход. И вот эта тяга к красоте меня иногда наказывает, потому что в шахматах, прежде всего, это результат. Возможно, именно это эстетическое восприятие игры сейчас и подвело шахматистку. А предельная концентрация мужчины, напротив, позволила Александру Рязанцеву сделать выигрышный ход. После конь Д5, ЕД, ЕД, слон Д5, слон Д5, конь Д5, ферзь Д5, ферзь Д5, ладья Д5 в черных появляется тяжелый эндшпиль, скорее всего. Поэтому играю конь Д5. Этот конь решил исход партии двух шахматистов. И в этот раз в войне двух таких разных интеллектов, мужского и женского, победил он, а не она. Моя победа абсолютно выиграна, у меня есть множество путей. Поскольку это телевизионная партия и тренировочная партия, я предложу Александре разойтись в мир. У шахматистов еще будет не одна возможность сравнить свои способности. А ученым предстоят еще долгие исследования в попытке ответить на вопрос, как же работает непостижимый и выдающийся человеческий мозг. Редактор субтитров А.Семкин